Татьяна Николаевна из Емвы собирается на пенсию. В октябре ей исполняется 50. В последние 10 лет ее труд в совхозе Книжпогорский был связан с использованием химикатов. Женщина спрашивает, может ли считаться такая работа вредной, и можно ли рассчитывать в этом случае на льготный стаж год за полтора. В соответствии со статьей 7 Федерального закона о трудовых пенсиях, право на пенсию имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. Трудовая пенсия назначается при наличии не менее 5 лет страхового стажа. Это общее правило. Правило льготной пенсии предусмотрено статьей 27 этого же закона. Льготная трудовая пенсия по старости назначается мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении возраста 45 лет, если они проработали на работах с вредными условиями труда, соответственно, не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев. Обязательным условием льготной пенсии в данном случае является страховой стаж, соответственно, не менее в 20 и 15 лет. Список производств и должностей для досрочного назначения трудовой пенсии определён постановлением правительства Российской Федерации номер 537. Химическое производство как вредные условия труда указаны в списке номер 1. Для назначения льготной пенсии в 45 лет необходимо 15 лет страхового стажа и 7 лет 6 месяцев стажа при вредных условиях труда. 18 апреля этого года Осия Низеева приобрела компьютер в рассрочку. И только после оформления кредитного наговора уже на кассе девушка обнаружила, что ей придётся заплатить на 5 с лишним тысяч рублей больше реальной стоимости товара. Без уведомления покупателя продавец-консультант включил в стоимость системного блока ещё и установку программного обеспечения, хотя девушка и не просила об этом. Комплексный пакет настройки «Премиум» обошёлся Осие в 5400 рублей. Тот перечень, который нам был вот в понедельник успешно выдан, то есть половина из этого не была установлена на системный блок вообще. То есть эта стоимость у нас включена, стоимость кредита соответственно, да, то есть тех работ, которые не были произведены. Девушка интересуется, как заставить магазин вернуть деньги за навязанную услугу. Давайте сначала разберём ваш случай с так называемой навязанной установкой программного обеспечения. Перечислю факты. Вы приобрели компьютер. Товар оказался надлежащего качества. Вы этого не спариваете. Возвращать компьютер вы не желаете. Вы считаете, что вам навязали покупку операционной системы. Какие документы будет исследовать суд? Кредитный договор, подписанный вами на определенную сумму. Кассовый чек, оплаченный вами, в том числе и за установленное программное обеспечение. Каких-либо возражений при заключении сделки от вас не поступало и в документах они не зафиксированы. Таким образом, то, что вам было что-то навязано, вы сможете подтвердить только лишь своими показаниями. Я не думаю, что суд удовлетворит ваши требования. Что касается комплектации программного обеспечения, то по данному вопросу можно обратиться с претензией к продавцу. Может возникнуть вопрос, не удалили ли, например, вы сами по ошибке некоторые программы с компьютера. Может быть, потребуется экспертиза для выяснения вопроса, а были ли вообще установлены на компьютере указанные вами программы. Если программы не устанавливались, то ваши требования будут удовлетворены. Родители Евгения Пантелеймоновича завещали квартиру, в которой он проживал вместе с ними, его старшей сестре. Мужчины интересуются, имеет ли он право на долю в недвижимости, ведь при получении этой шелплощади он тоже числился в ордере. И как доказать свое право на проживание в этой квартире? Обратите внимание на два момента. Во-первых, не забывайте, что в соответствии со статьей 1149 Гражданского кодекса России, любое завещание может быть ограничено правом наследников на обязательную долю в наследстве. Нетудоспособные дети, родители и супруг и иные иждивенцы наследателя наследуют, независимо от завещания, не менее половины доли, которая им полагалась бы при отсутствии завещания. Выясните момент, не претендуете ли вы на обязательную долю в наследстве. Во-вторых, действующее жилищное и гражданское законодательство о выселении не распространяется на граждан при условии, что в момент приватизации данного жилого помещения указанные лица имели равные права пользования этим помещением с лицом его приватизировавшим. То есть, если вы отказались от приватизации в пользу своих родителей, это не значит, что вы отказывались от проживания в указанной квартире. В этом случае вы также не подлежите выселению. Уроженец Вологодской области, пенсионер Сергей Саблин, несколько лет пытается доказать свое право на льготную пенсию и получить законную надбавку за работу на северах. Отработав на шахтах в Иркуте с 79 по 83 год, Сергей Саблин по состоянию здоровья был переведен на участок с более щадящими условиями труда. Документы из архива предприятия о том, что после помощника бурильщика он продолжал трудовую деятельность в качестве геолога-геофизика, а затем водителя, мужчина предоставил в пенсионный фонд. Но в пересчете пенсии мужчине отказали. Обещали тем, что у меня как будто мал заработок по этому региону. Так и Казвенская инвестиция должна быть равна по этому, по Полярному. Сергей интересуется, куда ему обратиться с этим вопросом. При несогласии с решением органа пенсионного фонда его необходимо обжаловать либо вышестоящий орган пенсионного фонда, либо в суд. И сюжет оследует, что вы уйдете переписку с пенсионным фондом уже несколько лет. Такой способ оспаривания и выражения несогласия с решением органа пенсионного фонда не является эффективным. Единственный способ передать спор на разрешение в суд. Уже после первого письменного отказа вам необходимо было обращаться с иском в суд о признании решения органа пенсионного фонда незаконным. Госпошлина всего 200 рублей. Форма жалоб и заявлений есть в каждом суде. На сегодня это все. Этот и другие выпуски программы телезащитник теперь можно посмотреть и в интернете. Ссылку на сайт вы видите на своих экранах. Пишите, звоните, обращайтесь. Всего вам доброго и до свидания. С вами был адвокат Роман Койден. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова